Начинаем восстанавливать традицию дачного карате. Был некоторый перерыв, связанный с обстоятельствами жизни. Сейчас потихонечку будем что-то демонстрировать и советовать в основном. Тот, кто смотрит только видео, конечно, никаким боевым искусством не научится и даже не начнет, не приступит к ним. Но, тем не менее, какие-то советы я могу дать, исходя из своего опыта. Кому-то он подойдет, кому-то нет. Демонстрировать какие-то особенные приемы, экстравагантные или какие-то рекордные прыжки. Через свою голову этого я не стану, и не по возрасту это. Когда тебе в следующем году уже 60, то на возраст, на время, на обстоятельства, на травмы, которые, конечно, накапливаются в течение жизни. Но кому-то это будет полезно. Я не претендую на то, чтобы демонстрировать какие-то там свои сверхспособности, просто некоторые знания. Я их вам покажу. А начнем мы с обзора в спортивной площадке, которая была постепенно подготовлена. Ну вот, прежде всего, у нас переместилась под вот такой навес стоячая груша с 200-литровой бочкой, наполненной водой. Вот этим можно позаниматься. Сам навес появился. На это ушло несколько месяцев урывками сварка. Потом надо было настелить поликарбонат. Потом это все закинуть наверх, укрепить. Дальше вот моя неудачная покупка. Думал, задешево приобрести что-то стоящее. Оказался не водяной мешок, а надувной. Вода вот там внизу, и поэтому написано водяной мешок. Поэтому не покупайтесь на это. А так, в общем, полное безобразие. И вот сюда у меня здесь такое коромысло появилось. И боксерский мешок переместился вот сюда. За всем этим хозяйством у меня еще есть такое чайное место, которое еще в прошлом году создавал. Вот такой вот под навес попало все это дело. И получился такой комплекс. Вот получился такой комплекс. Здесь места для отдыха. Тут еще будет большой стол стоять. Навес, который все это в тенечек уводит, но сильно свет не гасит. И спортивная площадка. Вот такая. Ну да, и вот тут случайно еще книжечки, которые я давно предлагаю, но как-то не очень много людей заинтересованы в боевых искусствах. Бусюдо и русский путь. Милости просим, кому это нужно, пишите в личку. Отправлю по почте. Ну что ж, начать оформление площадки у себя на даче, а может быть уголок где-то дома, надо, конечно, с того, по чему бить. Вот у меня эта груша, немножко, она с годами уже 10 лет, с годами немножко попортилась. То с этого надо начинать. Многие по неопытности считают, что мы начнем с самых азов, что вот надо встать и лупить изо всех сил, пока не собьешь костяшки. Это дело совершенно бессмысленное. Второе, надо какие-то перчатки. Не для того, чтобы мешок поберечь, а для того, чтобы руки поберечь. Вот у меня старинные уже мои перчатки, которые прошли много боев. Вот, ну и теперь время не для боев, время для обычных тренировок. Вот бои, надеюсь, остались в прошлом. Вот, перчатки одеваем. Желательно, чтобы они были достаточно мягкие. И даже если вы сильно бьете, то, во-первых, не повредите руку, во-вторых, не испортите снаряд случайно. Ну там, не знаю, у меня одна груша, которую я бил голыми руками, с течением времени просто износилась в том месте, где бил. И в какой-то момент я ее пробил, из нее выспалось содержимое. Вот, ну это уже было довольно давно. Вот все, ваша груша, и бейте ее. Дальше вопрос, как бить. Если хочется поработать ногами, ну, надо сдерживать себя. Надо поработать сначала руками. Руками, да. Ударная дистанция, да, и с нее просто пробуем нанести удар. Как наносить удар? Все должно включиться. То есть вы должны стараться ударить сильно, и желательно изо всех сил. И когда вы будете стараться это делать, вы поймете, что нельзя бить вот так, да, одной только рукой. Это такой тычок, который никому никакого ущерба не нанесет. Но иногда он тоже хорош, когда она в какой-то ситуации, противника надо спровоцировать. Тычок отошел, и вот он пошел вперед. Ты его и встретил. Вообще, на отходе, то есть если боевая ситуация, шажок назад делаешь, противник шажок вперед делает. Еще шажок назад делаешь, и в этот момент он снова шажок вперед, а ты его в этот момент и встречаешь. То есть шажок назад, еще шажок назад, и бам! То есть дать ему, сколько он, какую он дистанцию выберет своим сближением. Ну, такие. Есть люди, которые не могут свою агрессию погасить. Ну, значит, вам ее приходится гасить каким-то образом. Понятно, что есть ситуации боевые, где бой насмерть могут быть. Слава богу, у меня таких не было. Ну, впрочем, были, но, как бы это сказать, до самых жестоких сражений не дошло, и слава богу. Но встречается, да, противника надо как-то остановить. Гражданская ситуация, значит, просто, ну, не знаю, можно очень жестко ударить в корпус. На этом все закончится. Ну, понятно, что, вот я сейчас показал, это очень медленное движение. Медленное, лучше тычок вот такой, да? То есть вы должны перейти от статики к динамике очень быстро. Раз! Или двоечку. Большого грохота тут не будет, потому что мягкие перчатки все гасят. И надо учесть, что после первого удара противник отклонится, его надо догнать. Следующий удар чуть длиннее должен быть обычно. Если он профи, то он на самом деле уклонится, и вам придется бить какой-то другой удар. Поэтому ударов, кроме прямых вот этих вот погрушек, есть много всяких боковых, снизу, сверху, какие-то там кривые, с отходом, в бок. Так, движение тоже, движение-то все. Боксер с сильным ударом, но без ног, что называется, проиграет однозначно. Его просто переиграют, практически любой мальчишка его переиграет. Поэтому, смотрите, вот первый удар, первая двоечка. Раз, два. И так вот на подшаге. Раз, два. Раз, два. Потом усиливаем. Или начинаем с одного удара. Подключаем второй. То есть вот на джебе, как говорят, держишь противника. Потом раз, два. Пробиваешь. Пробивать надо, вот чем плохи перчатки. Поэтому их в какой-то момент надо заменять. Но, действительно, при этом не сильно заменять на что-то более... Или голым кулаком, но это просто можно сорвать кожу. А зачем? Одеваем другие перчатки. Вот перчатки для микс-файта. Вот я их использовал только для тренировок, потому что травматизм от них будет очень сильный. Но что они позволяют? Они позволяют правильно ставить кулак, чтобы он не подламывался. Мягкая поверхность создает такую иллюзию, что ты вроде бьешь правильно и сильно. И действительно, по напряжению мышц ты бьешь сильно. А вот по постановке кулака кулак должен быть вот так поставлен. Прийти жестко. Можно себе в руку побить и понять, что если ты вот так ударишь, то можешь пальчики сломать. А если вот так, совсем другое дело. Вот, поэтому здесь надо почувствовать, как... Вот тоже сильно бью. Я чувствую, где у меня промах. Если я пришелся костяшками внешними, то это мой промах. Я должен прийти по мишени внутренними костяшками. Надо не забывать еще, что есть бой с тенью, который совсем безопасен. Но позволяет отработать движения реальные. Ну, нам не надо прыгать по рингу. Мы не являемся боксерами, там, профессионалами или миксфайтерами. Поэтому спокойненько двигаемся. Двигаемся, бросаем удары. Главный принцип, как на веревочке. Рука должна уходить туда, откуда пришла. И нога должна уходить, откуда пришла. Если мы этим занимаемся, если... Если очень хочется бить ногами, надо поучиться сначала. Поучиться. Потому что чаще всего, вот что такое удар ногой? Вот так черкнул и все. То есть, в принципе, первое, самое простое, это преобразование шага в удар. Вот я делаю шаг. Только я делаю шаг не прямой ногой здесь, а как бы переступая. Вот мое наступление. Я наступаю просто выше. Наступаю, как будто вот у меня ступенька здесь. Это отбрасывающий удар, хороший. Ну, для случаев тоже таких, когда нет необходимости нанести тяжелый урон. Но если нужен тяжелый урон, то там шагом... И дальше... Дальше что-то чем-то продолжить. Вот. Ну, это я как бы бью так... По боксерской серии. Она обычно не нужна на практике. Поэтому ударил и выбрал. Можно паузу даже сделать. Если противник не побежал назад, и вам не надо бежать за ним, если он остался на месте, то вы бьете. Скорее всего, он согнется. Поэтому удар надо рассчитывать не в голову и не сразу. В принципе, вот эта вот хорошая комбинация. Удар. Одной и той же... С одной и той же стороны. Правой. И... С определенной паузой добивающий удар. То есть мы показали ударную технику. Левый, правый. Какую-то серию. И обязательно надо уметь отходить. Раз-два. Отошел. И здесь... Перешел к обороне. Потому что бесконечной атаки быть не может. Она может только закончиться. Сдача противника. Вот. Второе. Это удар ногой. Даже вот гражданская ситуация. Если ты поднимешь руки, а потом ударишь. То будет это плохо. То ты сигнал подал. Что сейчас ты будешь нападать. Поэтому... Еще в чем прелесть. Некоторые движения. Ты остаешься на месте. В это время на самом деле нападаешь. То есть у тебя уже нога пошла. А корпус еще на месте. Вот. И не сигнализируешь руками. Вот. То есть можешь вот так сигнализировать. Пот вытираешь. А потом... То есть все. Уже ты боевого движения не делаешь. Вытираешь пот. Или... Ай, да ладно. Вот примерно так. Да ладно тебе. И в этом случае... Вот в последнем. Ты вроде даже отходишь. То есть у тебя отход. А на самом деле атака идет. Пяточкой вперед. Вот. Или ребром. Ребром тоже хорошо. Ну... Под... Под... Под подбородок куда-нибудь. Или сбить руки. Вот руки у противника поставлены. А тебе надо попасть в него. Сбил руки. И в корпус атаковал. Ну, в корпус и в голову. В корпус и в голову. Захлестывается кулак. То есть захлестывается локоть. Это позволяет им более жестко бить. Но... Это... Ну, в некоторых случаях годится. В некоторых нет. Если тебе нужен короткий удар. Просто короткий удар. Он может быть, да... Может быть, как говорится, с разбегу. А может быть с места. И чем быстрее переход вот этот идет. От статики к динамике. Тем неожиданнее для противника. И даже в том же боксе или в миксфайте. Стоял от обороны. И вдруг быстро начал атаковать. Еще заметил, когда противник чуть двинулся вперед. Он еще прыгает. Там на челноке, например. Есть такие попрыгунчики. Вот. И вижу, наоборот, что боксерам многим это мешает. Ну, легковесом, да. Легковесы, они все-таки порхают. Это нормально. Но все равно нужен жесткий удар. Его нужно ставить. Нужно следить, чтобы не ломалась кисть внутрь. Не ломалась кисть наружу. Поэтому привыкнуть сжимать кулак при ударе. Мешок начинает уходить. А надо идти за ним. И на отходе тоже. Вот. В принципе, вот этот май гири самый удобный удар. Проще всего тренируется. Всякие эти лоу-кики. Это для спорта. Это в течение 15 минут боя. Из трех периодов. Из трех раундов. В микс-файте это может пригодиться. Отбить много противнику. А для боевых искусств. Только те удары, которые либо отвлекают. Лоу-кик, может быть, ударил. А сам пробил. Ну, как я вот показывал. То есть отвлекающий удар. Может быть. И то, если очень хочется, лучше бить, так скользя по земле, в лодыжку, чем бить в бедро, которое с одного удара точно не отобьешь. Ну, если только очень, так ты очень натренированно, тебе очень повезет. И ты хлестанул так, что у противника отключилась нога. Ну, у меня было в моей практике, когда мне отключили ногу, как раз на сдаче экзамена. Вот. И это, конечно, мне доставило много хлопот. Вот. Когда бой за боем, я прыгаю и не могу ничего сделать. Левая нога отключена на ней. Стоять могу, ударить не могу. Вот. И я только имитировал ей какие-то движения. Я даже опереться не мог, чтобы от нее пойти, вот от левой ноги пробить. Или пробить какой-то удар. Вот. Ну, сам пользовался, да. Вот. Здесь не очень удобно. Почему? Потому что первый удар ты бьешь, противник начинает отходить. И ты, в общем, с удобной дистанции можешь атаковать. По-разному бывает. Вот. Если ушел отсюда, с левой руки далеко, можешь не достать. Ну, противник уже ушел, голова далеко. Ну, тогда, конечно, бьешь правой. Если правая, правая, правая. Или правая, правая, левая. Вот. Левая в данном случае оказывается дальше. Ну, передняя нога есть. Она тоже позволяет пробить очень быстро, неожиданно, наближе к противнику. И быстрый вот этот удар. Так. Ой, несчастная моя груша. Все. Вот тот самый случай, когда все отвалилось. Вот сейчас я еще побью, и она вся высыпется. Вот такая неожиданность прямо сейчас случилась. Ну, зимует на улице, поэтому, видимо, здесь прогнило как-то. Прогнило, и он высыпался у меня уже. Ну, значит, придется этот мешок ликвидировать, какую-то другую починить. Не представляется возможным. Вот. Все. С этим мешком разобрались. Вот. Побил его, видите. Самые простые вещи я показал, да, удары рукой, удары ногой. Комбинация простейшая. Вот. Ну, когда человек начинает этим заниматься, он постепенно ухватывает какое-то движение, которое, может быть, я забываю объяснить, если я что-то уже подхватил. И, ну, сейчас я в подробностях не могу, там, до деталей что-то показывать. Но скажу, что боевое искусство, оно предполагает переключение человека в состояние воина, когда все предметы вокруг него могут превратиться в оружие. Вас может застать агрессивная атака в любой ситуации. Где-то в транспорте, не знаю, на улице. Много всяких предметов. Ну, я не предлагаю отрывать там какую-нибудь лавочку, потому что на это могут идти силы. Но если есть какой-то предмет, включая там обломок кирпича, палка какая-то, даже ветка. У меня в практике было, в детской практике, правда, когда я агрессию погасил с помощью ветки, такой, ну, упавшей с дерева, ветка с листьями. И когда агрессивный подросток, и я был еще подростком, ну, начал там меня пытаться там ногой ударить, вот, подойти поближе, еще что-нибудь сделать. Я просто вот этой веткой, она так метровой, метровая такая широкая была, я стал охлестать просто. Ну, и дохлестал до того, что он оставил это дело, решил, что лучше не связываться. Вот, я так даже как-то и бить его не собирался, потому что мне хватало вот этой ветки, потому что она попадала по лицу, по рукам, там, ну, невозможно было наступать. Поэтому вот увидели ветку, вообще любой предмет. Палочка, даже если она маленькая, то удар палочкой гораздо эффективнее удара кулаком, ну, до некоторой степени, то есть если в мягкое место ты попадаешь, то палочка существенно наносит ущерб. Вот, большая палка там, какой-нибудь дрын такой, да, тоже. Ну, когда занимаешься боевыми искусствами, то, в принципе, как-то любой предмет приспосабливается. Ну, я даже не знаю, чего там, чего схватить. Я не знаю, представьте себе стул. Нет, у меня здесь под рукой стула. Представьте себе стул, я его беру, ножкой вперед, одной ножкой я начинаю манипулировать. Остальные мне помогают. Если я ударил, и противник завязался, я могу скрутить его, вот эти ножки, они будут как такой рычаг, который будет либо у него из рук вырывать, либо его самого как-то скручивать. Вот, к себе прижал, противник на тебя пошел, ты одной ножкой целишься, там, в верхней, от правой руки, например, делаешь удар еще там с каких-нибудь, или чуть вверх, или чуть вниз. Вот, или одной ножкой, второй ножкой. Как две руки? Взял, да, табуреточку, перевернул, дын-дын, да, и все вот в этой плоскости. В принципе, тоже несложно. Это только в фильмах берут, так, ух, там табуреткой. Ну, кто же будет стоять и ждать, когда ему по башке дадут. Это если сзади там не видишь ничего, и то, что-то шорох отклонился, и она вскользь прошла. Вот, поэтому, ну, как-то надо приспосабливать разные предметы. В дачном карате, естественно, под рукой и лопата, там, и лом, и грабли, все, что угодно, можно приспособить. Если уж короткий шансовый инструмент, то вообще нет проблем, это аналог ножа, если режущая кромка. Ну, даже если просто кромка, ну, здесь достаточно тонкого металла, то в любом случае она создаст свой эффект и при ударе как будто ножом не разрежет, но травмирует хорошо, при тычке уж особенно. Вот, поэтому любой предмет, я не знаю, лестницу, там, вот, когда вы смотрите фильмы с Джеки Чаном, он там любой предмет приспосабливает, может, там, лестницей взять так лестницу и начать ей манипулировать. Другое дело, что на практике, если лестница тяжелая, то, видимо, вряд ли у вас получится как-нибудь ей манипулировать. Но на один-два движения, может быть, хватит. Или достаточно на одно движение. Ну, и, слава богу, хоть как-то вы сможете, там, скажем, против двух соперников. В одного бросили неудобный и тяжелый предмет, а тот пока завис, вы с этим отработали. Это, кстати, еще одно направление для работы с тенью. То есть вы пробили какие-то удары, теперь отсюда идет кто-то. Опять удары, раз-два, здесь блок, удар, бам. Это все идет как такая импровизация. Но можно поставить себе задачу, вот для этого служит в карате кота. Ну, все говорят, ой, это там кота, какая-то там, кто не занимается, он, конечно, понять этого не может. А это вот такое задание, бой с многими противниками. Раз-два, раз-два-три, раз-два-три. Ну, что-то такое вот изобразил, просто покрутил по мотивам кота первых хиян. Вот, и, в принципе, если знаешь кота, то можешь тоже импровизационные какие-то вещи делать из разных кота, фабриковать. А потом просто не думаешь, когда ты изучил много кота, ты уже не думаешь. И даже когда тебе формализовано говорят, надо такое-то кота сделать, ты начинаешь делать, и у тебя все время позывы на импровизацию. Поэтому ошибки возникают на высшем уровне мастерства не от того, что ты не знаешь, а от того, что импровизация важнее формализации. Вот, но надо тоже уметь сконцентрироваться и сделать то, что формально, но зато сделать очень хорошо. Вот, на это направить все свое внимание. Не на эффектность и эффективность, а на то, чтобы сделать как можно лучше то упражнение, которое тебе задано. Таких кота очень много, ну, сравнительно много. Там, в разных школах каратэ по-разному. Шатакан каратэ до, которым я занимался, это, дай бог памяти, 26 кота, по-моему. Вот, ну, тоже от школы в школе могут варьироваться какие-то. По одному делаться, одним манером, в других школах другим. Это не важно. Важно, чтобы была постоянная работа над собой. На даче, да, вот, ну, скажем, я приближаюсь к пенсионному возрасту, я буду этим заниматься, ну, вот, для поддержания своего тонуса. А тем, кто только начинает заниматься, ну, может, по выходным, там, постепенно построить себе площадку, или просто, я не знаю, есть какая-то небольшая территория, на ней можно делать какие-то движения, хотя бы потихоньку, вот, начинать бросать. Еще раз подчеркну, что все должно возвращаться на место, ну, при определенном, на определенном уровне. Потом, конечно, там можно, не возвращая, там, двойной, раз, два, или раз, два, три, вот, что-то такого типа. Ну, на этом все. До будущих встреч. Я надеюсь, что в дачном карате мы еще позанимаемся. Где-то в шутливой форме, где-то в более серьезной. Ну, главное, чтобы моя передача кого-то подвигла на занятия боевыми искусствами. Сначала, может быть, самостоятельно, а потом в зал. Все в зал, в дадзё, на боксерский ринг. Там, действительно, вы будете обучаться. А здесь я просто пытаюсь создать какие-то мотивы, показать, что все не так уж сложно и доступно для каждого человека. Занимайтесь спортом, занимайтесь боевыми искусствами. Слава Руси! Ну, и еще раз Бусидо и Русский путь.